всем привет друзья где-то там далеко мечты volkswagen по поводу гольфа в россии почему да потому что вы его не покупаете он не локализован и стоит непомерных денег однако кое-что скором времени может измениться потому что у них есть новый 8 гольф и они собираются его привести они не собираются его локализовывать и что же будет когда он к нам приедет ну что ж давайте разбираться восьмой гольф на кликон кар погнали капитари да как вам такая дорога с обрывами у меня поплохел друзья представляете включи мне круиз куда я должен по-твоему в отбойник уехать итак что же у нас со внешностью спросите вы ну что ж здесь гольф все в принципе понятно и логично здесь тоже гольф отлично все узнается прекрасно линии все сходится а вот здесь до пришлось что-то придумывать с его новыми какими-то формами фар и аэродинамик но вот это это разве volkswagen вообще они же любят все ровные линии вот так чтобы это было резко рублено выпирала остро а теперь вдруг появились какие-то пингалы заплывшие веки что с тобой дружище неужели в тебя влили слишком много это blue да у нас кстати дизелек 2 литра но не обольщайтесь конечно же на нашем рынке не факт что это будет 2 литра 150 сил dsg я его взял на самом деле только из-за dsg потому что главный прикол этого двигателя в европе конечно да что он теперь выбрасывает гораздо меньше выбросов он очень чистый экологически и все такое еще у них есть гибриды и двигатель 1.5 который вряд ли мы когда-либо дождемся вообще но взял я эту тачку только потому что у него dsg которая теперь не имеет рычага переключение передач теперь этот джойстик и вот это у нас будет точно вот он посмотрите вот такой маленький миниатюрный практически как на porsche но только со своими какими-то фишками кнопка старт-стоп теперь вообще прямоугольная и все это расположено здесь и освобождает вам место и вы фактически никогда теперь рукой не будете ни за что задевать благодаря этому здесь у вас беспроводная зарядка два выхода тайп си поэтому запасайтесь переходничками не у всех еще тайпсишные провода и прочие все дела в остальном конечно же больше шок у вас будет от того какой теперь коль насколько совершил он шаг вперед в плане дизайна интерьер хотя вот это мы уже видели на джете потом у нас оделочка и самый прикол хотя что это это до этого нужно еще дожить потому что когда стемнеет этот интерьер вообще заиграет другими красками наконец-то в гольфе они реализовали вообще все вот эти взрослые фишки крутых тач потому что помимо вот этих вот дисплеев да то что все вот она будущее наконец-то приходит у вас еще появилось очень много сенсоров и это не есть хорошо потому что не всегда ты с первого раза что-либо сделаешь и по крайней мере это еще к этому нужно будет очень сильно много привыкать ладно еще вот эта температура она более менее интуитивна и звук в принципе да но как только ты начинаешь пользоваться функциями навигации карты и вообще всего что в этом автомобиле есть наступают сложные времена магия есть основное меню это конечно же все настраивается тут несколько экранов как какие-то предустановки свои которые вы хотите так и есть вот здесь вот у нас сверху уведомления но видно что это типа на андроиде а что как так в общем да к этому придется привыкать это звук все красиво эстетическая подсветка да вот он vitality красный пожалуйста хотите поменяли на синий на зеленый на оранжевый даже обалдеть хотите все настроили сами тоже все можно индивидуализация цвет яркость до елки зеленые хоть розовый хоть голубой хоть зеленые skoda себе сделали что хотите короче можете делать прикольно в принципе прикольно потому что действительно это не так то не на всех машинах это есть и даже на дорогих на некоторых вы так может делать не можете настроек много тут все по-разному работает на самом деле может быть какие-то автомобили предсерийные поэтому здесь вот все быстро предыдущий который мы ездили что-то где-то потупливал достаточно сильно хуже всего разбираться с вот этими да жестами какими-то новыми но опять же это все поднастроить и почитайте инструкцию все будет у вас получаться как надо здесь вот сенсоры вот она сенсорная все есть тоже сенсорная звук вот так что ли это делается вот опять понимаете вот вроде бы казалось бы казалось бы казалось бы казалось бы что ему надо что еще ему надо как я должен звук этот прибавить можно тыкать в экран тоже вариант опять же классический климат можете себе сделать эркер вот так вот хренак и все и пошло пошла очистка очистка чувствуешь сай сейчас на тень дошло тысяч пока не не чувствуешь вот сейчас да чувствуешь на а вот здесь все классика слава богу пристанище для старперов кое-что в гольфе потеряла свое вот это вот знаете дружелюбие понимание легкое я прям представляю как мой батя разбирается во всем этом тыкая куда попало все это куда-то улетает вот эти супер сенсоры зато руль это пристанище как раз еще тех кнопок которым которым вы все привыкли да представляете они ничего не стали менять единственное их тут конечно же прибавилось появился этот самый трейвел ассистент который однако работает почему-то хуже чем на пассате новый супер мега круиз-контроль который может делать все за тебя нужно только сделать вот так адаптивный круиз-контроль выключен нет не то сделал так включил нет сет выключен где тебя вот здесь выключен включен выключен сад я что делаю не так скажи мне пожалуйста я в гольфе я дома я должен знать как это включается вот так вот где что я нажимаю круиз я нажимаю кнопку круиз выключен 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 включи мне круиз сет сделай вот надо было не ту кнопку нажать 0 1 надо было нажать 0 1 не вот здесь где нарисован круиз а 0 1 разобрался не старый travel assistant давай погнали еще раз вот сейчас поворот travel assistant должен понять что скорость надо сбросить куда я должен по-твоему в отбойник уехать но в принципе он тебе как бы еще намекает что нет чувак я еще не настолько крут все равно руль держи и лучше руль а если что я уж тебя где-то там подстрахую кстати в течение практически 15 и 20 и 30 секунд вот эти секунды пошли допустим считайте а потом сначала пишет просто примите рулевое управление просто тихонько пишет то есть это спустя по моему 20 секунд потом еще 5 10 секунд тыркает вот так вот тыркает тыркает а потом уже все да не надо недоступно не надо мне превентивную систему никакую превентировать я вообще-то тестирую тебя ну но неприятно естественно вот этим он делает вот так вот как будто я жир сгоняю тренажере забыл как там супер эко масло жир ажор 33000 впереди круг travel assistant все как надо мы должны тормозить потому что круг потому что его проезжает медленно все надо добропорядочные граждане автомобилисты все круги проезжают медленно еще и людей задаем я уже несколько раз наложил штаны так что очень не похоже думаю что пока с travel assistant мы завершим зато вот он говорит когда я еду с горы отпустите педаль газа и так норм будем экономить у них эта машина постепенно интегрируется в инфраструктуру постепенно они общаются между собой передают данные они наконец-то уже тебя везут в полной практической мере да они блин да ты с ними взаимодействуешь ok volkswagen говоришь и все голосовой помощник тебе помогает ok volkswagen ok volkswagen 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 ok ok volkswagen давай работой volkswagen ну и конечно же новые блоки кнопок хотя вот здесь вот старые блоки кнопок но вот здесь новые блоки кнопок сижу вы думаете что-то изменилось вы думаете немцы когда-либо вам сделают плохую посадку вот как раз по посадке вопросов никаких именно то как все расположено как ты сидишь за рулем как ты в итоге рулишь по удобству вообще никаких вопросов как будто всю жизнь в этом гольфе есть вот это сохранено никаких проблем в остальном же глаз он радует и это хорошая новость пойдем посмотрим что сзади хотя габариты не изменились скорее всего сзади тоже ничего не изменилось но пойдем посмотрим может быть они немножко хоть как-то реорганизовали это пространство кстати у нас нет люка а то бы я вам показал сенсорное управление люком а так могу показать только сенсорное управление светом причем ладно бы вы просто включали и выключали ты же можешь еще и настроить силу подсветки просто нажатием уточном держа руку это круто похожий блок мы кстати видели на volkswagen id3 и кстати говоря вот где будущее совсем наступил так это именно там а здесь чтобы ты понимал что это гольф это гольф старый добрый друг твой вот пожалуйста тебе руль хоть и знак новый руль старый я сажусь сам за собой хоть и практически впритык но сиденья мягкие это не страшно есть место для ног куда их запихать это тоже хорошо вот головник разве что надо превратить в подголовник нормальный мягкий место для головы есть ну это гольф черт возьми тут вот прям в притирочку все но все так чтобы тебе было комфортно в этом объеме небольшом классно же еще карманы power bank сюда звук сюда сюда журнал классно же блин молодцы за обивкой тканью здесь гораздо круче чем джете обратите внимание хотя здесь пластик и здесь пластик дубовые конечно самый дубовый но подлокотник мягкие тканью обили подогрев есть все прекрасно вот здесь и воздуховоды есть и свет сенсорный тоже есть какой подлоголовник классный вы посмотрите это вот вот это ваш комфорт на дальних расстояниях положил голову заснул ну здесь все традиционно практически да кроме того что значок новый открывается все так же говорят что есть электропривод крышки багажника и даже показано где браться рукой ну это volkswagen они по-другому не могли вот он багажник пожалуйста два чемодана два рюкзака сумка еще кучу всего можно понапихать по эта полочка естественно она не эволюционирует по прежнему все точно так же как было 100 миллиардов лет назад опять же петельки веревочки все все простейшие абсолютно можно выкинуть made in poland поэтому она такая не джерманишь и нечаянно нечаянно порадуйтесь что нечаянно в остальном багажник как багажник чё тут смотреть на конечно же большинство вопросов будет связано с его ценой потому что его к нам привезут опять же не локализованным это значит он может стоить полтора миллион семьсот да даже два может стоить за 2 миллиона вы можете столько всего накупить например давайте зайдем и посмотрим на автоспот точка ру потому что здесь собраны все предложения в наличии и даже со скидками за 2 миллиона вы можете взять целую кучу кроссоверов тот же тигуан кодиак да полно автомобилей даже выше классом премиальных которые вы можете купить за 2 миллиона самое главное что все предложения будут реальными той цене которую вы увидели вы сможете его и купить если вы еще не выбрали автомобиль своей мечты то можете почитать их блог а если вам лень искать и выбирать то ну друзья просто пишите личному менеджеру и он вам все подбирает автоспот точка ру ссылка в описании до гольф тяжело тебя будет в россии от гольфа я жду то что есть например вот в этой тачке это мини это конечно же драйв это то насколько этот автомобиль заводит тебя когда ты на нем едешь насколько ты с ним сливаешься насколько он интересен в управлении потому что как раз нам посчастливилось провести недавно сравнительный тест mazda 3 киа сид и гольф предыдущий так вот насколько в нем сохранился этот задор это самое важное давайте это выяснить самое главное что да теперь этот гольф немножко дружелюбие вот этого теряет ты не просто сел и поехал потому что если тебе нужно настроить навигацию или разобраться в каких-то функциях да просто посмотрите у него нет рычага что ты будешь делать с этой штукой но зато это очень круто выглядит это бипец добавляет ощущение что все таки что-то произошло с этим гольфом в интерьере поначалу то я хотел прыгнуть уже было на механическую версию с двигателем 1 и 5 turbo посмотреть как задор вот эта вся игривость но потом пересилил себя взял экономичный автомобиль дизель сколько там 820 километров до пустого бака у нас это при том что мы уже проехали в районе двадцатки но ощущение самое важное конечно после того как ты все это отбросишь после того как ты все эти экраны 10 с лишним дюймовые 10 дюймовые все забудь про это потому что ты садишься в гольф а это значит что ты должен получать удовольствие от езды потому что ни в одном другом хэтчбеке этого сейчас нет даже мазда стала настолько бесчувственной что ну ты не кайфуешь тебе нет улыбки той самой от вождения ты просто едешь на тачке которая выросла что с гольфом осталось лет машины по габаритам никаких изменений не произошло по платформе они опять говорят что это последняя версия м кубе а это значит никаких изменений наверное не произошло по двигателям опять же но у них добавились какие-то новые версии но для нас опять же никаких изменений не произошло а это значит и коробка здесь dsg 7 и дизель 2 литра 150 сила это значит что ёбать никаких изменений не произошло и поэтому едет он все так же круто до сиду до этого автомобиля очень далеко по-прежнему а самое главное что практически никаких изменений я не чувствую отличное поведение все так же как как вам такая дорога с обрывами обалдеть просто друзья здесь нет вообще никаких ограничений негде просто негде ты падаешь тебя ничего не останавливает переборщил до свидания это смотрите и и и и и и ОБАЛДЕТЬ! ДИЧЬ! Система ЕСЦ, АСР выклыл погнали сейчас все получится, я чувствую антибукс я выключил но это дизель, понимаете, антибукс ты выключил а система стабилизации по-прежнему работает у меня аж поплохе вот друзья, представляете, вот это это было конечно устойчивость поражает но так же поражает то, что систему я конечно же выключить не могу, возможно чтобы я и мне было интересно мне нужно взять механику завтра итак, вот он, более яркий цвет honda civic или toyota corolla ну, в принципе, не так важно lime yellow green и сейчас мы посмотрим будет ли эта тачка веселее с механикой погнали и сразу у нас здесь же мини португальская версия дороги для пузотерок тест подвески проходим его на 30 км в час ух ты, ёпки зелёный какой жёсткий на самом деле да, его подвесон он как-то не очень энергоёмкий и даже отстреливает ну, то есть всё то, что мы привыкли видеть и раньше оно здесь сохранено тут ничего не изменилось особо-то сильно с этим гольфом как, в принципе, по всему шасси я всё это где-то уже видел а где вот недавно у нас совсем был сравнительный тест тоже с золотым гольфом предыдущим понимаете вот вам один в один один в один это это пидорида мы были поснимали обзор в пидорида холл отличный старт вторая отлично подтыкается прям хорошая механика И на второй сотку перевалим 8,3 Хочу максимально эффективно Что сделать? Буду бросать Давай! Очень много шлифовал На второй 9,2 В гору 9,2 и 8 и что-то там 8,3 Меньше 9, из 9 выйду Хороший двигатель Блин, механика очень длинноходная На второй передаче переваливаем сотку Я уже давно не помню такого на гольфах Обычно вот как раз третью втыкаешь Погнали, прокачу вас Чуть более динамично Вот опять же, вот третий, третий много Вторую врубаешь Для этих серпантинов Неужели только на второй можно ехать Как на автомате? Гольфы летают тут Новые Через миссу Вот она дорожка Вот она Расширение, сужение Реально на второй можно Я офигею На вот таких серпатинах, где повороты все-таки более-менее серьезные Можно только на второй Не надо здесь налево, надо прямо Велагра-арома Велагра-арома Там как там? Веларипа, Велабаджа Чувствуется где-то мы здесь, в этих краях Сейчас Нет, сейчас я буду нестись как угорелый Погнали Сейчас А теперь А сейчас А кто-нибудь сейчас, может быть, совершит разворот? А сейчас Никто не совершит сейчас Ну нет, ну мне, понимаете, мне даже не нужно переключаться Я чувствую себя как на автомате Из-за этой длинной-длинной второй Обалдеть Вчера на этом все-таки На четвертом гольфе с VR6 мне приходилось переключаться Сейчас нет Сейчас нет Короче, главная фишка механического гольфа Это то, что он автоматический Мать вашу Пипец Я не ожидал, что настолько длинные будут передачи Вообще не ожидал То есть мне переключаться практически не переходилось здесь вообще То есть Немножко это теряется в этом балансе Ну, конечно, рычаг И, в принципе, все рассчитано для того, чтобы вы по городу гоняли И не парились Вообще все у вас было отлично Потому что переключение, кстати, гораздо легче на вторую переходить Как будто они что-то сделали для того, чтобы вот это максимально у вас хорошо получалось То есть, может быть, подкидывание оборотов Либо синхронизаторы какого-то следующего уровня Я не знаю, как это так получается Но нету вот этого страшного момента Неприятного, когда ты переключаешься И вроде бы и не попало А что-то там Заживало Нет, все прям четко Я как будто всю жизнь на ней ездил Понимаете? Что вы хотите сделать? Пожалуйста, повторите Хочу выключить голосовой помощник К сожалению, вы не можете сейчас выбрать музыку Пожалуйста, попробуйте еще раз Серьезно? Не могу музыку выбрать Ну, отлично Прекрасно Вдруг он заработал Окей, Volkswagen Окей, Volkswagen Окей, Volkswagen Окей, это Volkswagen Окей Дер-гольф Это Volkswagen Дер-гольф Дер-дерной гольф Сейчас Окей, дер-дерной гольф Volkswagen Нет, слушай, это что-то вообще другое Это офигеть Понесся куда-то На дарной гольфе Через 600 метров поверните налево Не могу сказать, что мне сильно веселее на механической версии Да, где-то ты чувствуешь это Особенно на разгонах, на каких-то ускорениях Что ты принимаешь участие Но в остальном Такая же легко управляемая Легко комфортная для вождения машина своими ассистентами которые наконец-то действительно помогают например система старт стоп да он все сейчас сейчас уже совсем все что же вы натворили что же вы натворили друзья все будут говорить об этом гольфе не очень лестные слова знаете почему потому что его морда не имеет ничего общего с volkswagen практически ничего общего что они сделали как как они могли почему они так поступили все очень просто друзья на самом деле они могли и они хотели я думаю что сделать его таким же как предыдущий но нельзя этого делать вспомните skoda octavia предыдущего тогда бы о нем никто не говорил а сейчас у них есть вот это где можно обсуждать где можно говорить спорить что он не настоящий что что-то в нем пошло не так что-то не не эдак но самое главное что во всем остальном это настоящий гольф и по поведению на дороге и по шасси и по подвеске и по оснащению это даже не то что гольф этот кое-что даже круче потому что внутри он дает вам следующий уровень следующий level где-то догоняет даже skoda octavia где-то показывает нам то что будет на octavia даже раньше но кто будет раньше в россии вот вопрос и кто будет дешевле стоить еще один вопрос то что цена конечно же на эту тачку это самое главное и пусть его к нам привезут все-таки в конце 2020 или в начале 2021 но самое важное это конечно же его цена если его у нас опять не локализуют то мы точно так же как и седьмому поколению скажем прощай друг ты был мне как друг и помашем ручкой на этом все всем спасибо огромное за внимание и до новых встреч пока